welcome 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 это вторая часть обзора lcs команд в этот раз мы поговорим только европейских командах напоминаю что первой части был обзор про американских команд вы можете ссылки найти в описании под этим видео кстати говоря ставьте лайк и одновременно с этим подписывайтесь на канал на youtube европа в этом сплите решила отойти от своей привычной методики best of 3 и перешли к системе best of 1 мы с нами мы с вами будем снова наблюдать каждую неделю всего лишь пять игр зато каких красочных надеюсь они такие вы не будут ну а сейчас давайте поговорим о самих командах я их расставил опять в последовательности от от самой слабой до самой сильной как мне так кажется и первой команды я назову giants gaming гиганты снова вернулись у нас в европу напоминаю что прошлый сплита не пропустили потому что вылетели в этом же сплите они не так уж и сильно выглядят если честно я их поставил на 10 место не потому что они только попали в сезон а потому что у них совершенно никому неизвестный торгомас саппорт стилбэк вместе с джок наверное одни из самых худших игроков в команде vitality но сейчас они уже в команде giants ruin никому неизвестный кореец приехавший на топ лэйн и бетси совершенно непонятно почему он все еще играет в лигу легенд я никаких личных неприязней к нему не имею но игрок который загубил команду гамбит гейминг тогда еще играющую в европе давно уже пора было от него избавиться но по-прежнему почему-то является мид лейнером у многих команд ну что ж посмотрим на джайнсов в этом сезоне следующую команду я бы назвал ракаты ракат наш любимый польский коллектив за которым наблюдать всегда было приятно в этом году они решили себе прикупить и двух новичков одного игрока из париж сен-джермен планка на мид взяли это азиат и профита тоже азиата взяли себе но уже из команды ninja и пижамос также они добавили к себе двух игроков из шальки норскерина саппорта и момента в лес и эстонский адекерри хик будет в этот раз защищать цвета польского коллектива команда виталити наверное самое тяжелый период наступил для них они потеряли почти весь свой состав кроме кабачарта с кабачартом особая история связана кто не в курсе он является так сказать лицом этой команды и он подписал контракт с ними на долгий срок виталики так я их называю в шутку они имели возможность поехать на чемпионат мира несколько раз ни разу так его и не реализовали но и в итоге они себе прикупили без состав команды джайенс академии у них теперь гилиус в лесу джизука на меде не знаю кто это такое мини-троу пакс и уж извините если я его неправильно называю мини трупах адекерри и джек тролл он будет у нас саппортом и кабачар на топе как я уже не сказал не верю я в эту команду поэтому поставил их на седьмое нет на восьмое место получается а седьмое место у нас будет команда и чтю кей команда и чтю кей потеряла всех своих игроков ни одного игрока не осталось из предыдущего состава кому интересно кто куда уехал смотрите мои подборки в группе вконтакте все там есть могу так вам сказать что янкос остался хотя бы в европе мы его еще увидим а теперь заместо янкоса у них будет американский представитель санторин который ездил на чемпионат мира в лице джанглера команды тсм это было 2015 году если я не ошибаюсь смит и джей на топе из команды шарки 04 из команды шарки 04 также имид лейнер кайдри эль у них теперь шериф и шпратель на ботлейни кто такой шериф не знаю но будем надеяться что этот парень стреляет как реальный шериф ну и шпатель наш любимый из ниндже им пижама здесь как вы понимаете ниндже им пижамас вылетели в прошлом сплите поэтому их состав полностью разбежался по европейским командам этого сплита номер шесть я дал команде unicorns of love как бы сильно я не любил этих розовых поняшек но у них мало шансов в этом сплите дело в том что они потеряли своего джанглера топера и саппорта если жанглером у них всегда были какие-то косяки и проблемы то вот терять других игроков конечно же нельзя было до тора к и саппорт из команды бибикю приехал к ним команда бибикю это бибикю оливерс это команда из корейской лиги которая сохранила титул себе lcs команды ну лцк там называется сезон лцк команды но unicorns of love и взяли его себе просто по той простой причине что игнар уехал в ту команду татора не мог оставаться в запасных ему скучно стало видимо хочет практику иметь игровые при поэтому переехал в европу сам укс как и был не самый крутой адекере у них и остался экзайл на миде шикарный медлейнер но без джанглера без топпер очень тяжело действовать white king 108 у них на топе игрок команды все той же ниндже им пижамас и игрок олд из второго состава команды сплайс в лесу дошли до середины мы уже рейтинга шальки 04 именно вот на это место их поставил на 5 давайте посмотрим что же у них получается вот тот самый визичачий сбежавший из поняшек игрок оказался здесь прайд сталкер паренек который был в ракатах но теперь он бегает за команду шальки 04 возможно варвика своего крутого покажет нюкдак и вандер оба игрока с опытом чемпионатов мира в свое время они приезжали на него так они игроки конечно же команда виталити и апсет я его выбирал себе в качестве фэнтези запасного адекере статистика у него очень хорошая была в челленджерах напоминаю что команда шальки 04 пробилась через челленджер и как видите из всех игроков которые у них были они оставили только адекере все остальные либо получили более хорошие контракты ну я не знаю либо наоборот просто их продали и купить себе более сильных игроков хороший ход так сказать от менеджмента команды шальки 04 а вот в апсета они как раз верят четвертое место достается сплайса сплайсы прикупили себе зоркса ну или к серкса андрюша драгомира нашего любимого андрюшку из команды unicorns of love также они себе взяли о да мне на топ из команды h2k низкий у которой потерял команду энви ну команда энви сама по себе потерялся американском lcs и ему некуда было деваться и мидером он зачислился в команду сплайс оба как и было до кере так и остался но и кассинга они решили себе взять кассинг вроде была у него какая-то практика уже в европе хотя он начислиться вроде как до сих пор американским игроком но это не точно у меня здесь написано что он в red bull команде какой-то был до этого уж не знаю что это за red bull возможно из команды chicago red bulls но это конечно же шутка третье место я бы отдал команде misfit не только потому что они шикарно выступили на чемпионате мира потому что они почти не потеряли свой состав вообще себе задуматься в американском lcs и топ-1 я отдал команде tsm которые сохранили тройку свое нападение и добавили к этой тройке двух шикарных защитников вы помните бутлейн они взяли из команды чуть не искал фанатик из команды g2 конечно же так вот команда misfit пошла примерно по такому же пути как команда tsm они сохранили трех своих основных игроков он сама адекири макс лорд джанглер и альфари на топе а вот сын кукс и ми кукс это были добавлены игроки из команды сплайс ну сын кукс шикарный и мид лейнер поэтому знаем но ами кукс честно но я бы сказал что он не такой уж и крутой но наверное они вот в партнерстве тусит их двойные карточки надо продавать вдвоем не по одному что же касается номера 1 и номера 2 наверное не сложно догадаться я уже по-моему даже на стриме об этом говорил номер два я отдаю команде g2 команда g2 все же потеряла потеряла мне кажется свою вот эту вот основу уехавшие их бутлейн был заменен на хермана и вадита двух игроков команды ракат хернан и водит будут теперь в основе паркс такая остался на миде но хотя бы они что-то добавили что добавили сейчас узнаете куда мне они заменили на вандера куда мне напоминали в команде сплайс а вандер у нас играет ой ну да все верно все верно чуть было не перепутано куда мне играет у нас в команде сплайс теперь а вандер играет в команде g2 просто поменялись они топ лайнерами ну и янкос ушедшие из команды h2k вот он где образовался и теперь у нас комбинация янкос плюс перкс довольно сильная и я верю в то что они могут занять второе место но до первого далеко ну а кто же у нас первый но первая единственно последняя команда которая осталась от командов фанатик дело в том что команда фанатик они не потеряли никого кроме одного своего игрока они потеряли саппорта саппорт дело наживное они быстренько нашли одного из самых лучших саппортов в европе ну кроме игнара игнар уехал уже в корею и взяли себе хюль санга из команды unicorns of love и теперь он будет вместе с реклосом уничтожать бот-лейн реклоса до керри капс лучший мидер по версии капса все еще в команде фанатик на миде брокса в лесу и с у вас по-прежнему на топе прошлый сплит напоминаю с у вас как мне кажется отыграл лучше всяких похвал и конечно же как лучший то плейнер он не мог уходить на покой и остался хотя он сам вроде как обещал что в этом сплите он уже играть не будет ну что ж ребят посмотрим на европу с вами уже 19 числа подписывайтесь на все каналы чтобы не пропустить прямые эфиры но если даже и пропустите прямые эфиры в записях все будет выложено спасибо всем кто пришел увидимся 19 числа